По традиции народного календаря 23 сентября отмечают рябинники. Этот день называли так, потому что в этот день было принято собирать ягоды, которые, согласно приметам, к этому времени становились сладкими. Библиотека номер 7 Маймаксанского лесного порта приготовила для вас видеопрезентацию именины у рябины. Рябина – символ счастья и мира в семье. Усыпанно красными ягодами, рябина привлекала людей, и они ходили в лес по рябину, как в летнее время ходили по ягодам и грибам. Разрешалось с Петрова дня летнего есть землянику и другую ягоду, а с осеннего, Петра Павла, рвать рябину, делающуюся с этого дня менее горькой из-за первых утренних заморозков. Сорванные гроздья рябины крестьяне развешивали под крышами исп, веря, что они оградят от проделок нечисти, а также избавят от хворей и людей, и скотину. Но полностью обрывать рябину запрещалось, нужно было оставить ягодки и для птиц. Наши предки верили в чудесную силу рябиновых веток и плодов. С тех пор прошло немало веков, а рябина по-прежнему верно служит людям. Любые поделки из ее коры и древесины дарят человеку удачу и успех, защищают от зла. В качестве талисмана можно использовать ягоды, цветы и даже листья этого замечательного дерева. Чтобы оберег имел большую силу, рекомендуют изготовить его своими руками. Только не забудьте обязательно от всего сердца поблагодарить красавицу рябину, когда берете у нее материал для оберега. Хозяйки 23 сентября готовили рябиновый квас, которым угощали каждого зашедшего в этот день в дом. Кроме вкусного напитка, из ягод делали лечебные настои, ведь рябина является сильным противовоспалительным средством. С рябиной в отечественной и мировой культурной традиции связаны целые вереницы поэтических образов, исторических аллегорий, полумистических сюжетов. Неудивительно, что рябиновый цвет всегда вдохновлял поэтов, музыкантов и художников на создание произведений с цельным образом рябины. Существует множество замечательных детских стихов о рябине, таких авторов, как Елена Благинина, сборник стихов «Огонек», Галина Новицкая, «Нарядная земля», Нина Сокольская. Книжка эта про четыре цвета. Маленькие эльфы Ашуни живут далеко на севере. Они варят сладкий рябиновый джем и пекут слойки. И не было бы в жизни Ашуни ни бед, ни забот, если бы не грозные черные вороны. При виде их острых клювов рябиновые эльфы начинали дрожать от страха. Но однажды один Ашуни, совсем еще малыш, совершил смелый поступок. С тех пор большие черные вороны и маленькие эльфы стали лучшими друзьями. А какой именно поступок совершил маленький эльф, вы можете прочитать в книге Екатерины Панфиловой. Ашуни – сказка с рябиновой ветки. Кто же не любит рисовать кистью? Берешь бумагу, потом берешь кисть, обмакиваешь ее сначала в воду, затем в краску и рисуй себе на здоровье. Очень это замечательное дело – рисовать кистью. И когда-нибудь через сто лет твою картину повесят в музее, на стену и подпишут снизу. Такой-то и такой-то. Пейзаж. А дальше совсем маленькими буквами – бумага, кисть. Очень торжественно получится. «Вами скоро уже рисовать начнут?» – спросил какой-то голый кустарник у кисти рябины, прикрывая свою ноготу, чем пришлось. А пришлось двумя чудом уцелевшими на нем листочками. А что было дальше, вы узнаете из книги Евгения Клюева «Сказка на всякий случай». В книге Ларисы Козловой «Ежиковый чай» самые юные читатели познакомятся с ежиком Бо, который любит собирать листья и ягоды рябины и заваривать чай. Из книг серии «Узнай мир. Деревья» вы сможете узнать, что на самом деле рябина – это не ягода, а скорее яблочко. Ведь принадлежит она, как и яблоня, к семейству разоцветных. Плод ее, как и яблоко, круглый, на черенке, оканчивается пучком чашелистиков и содержит семена внутри. И еще много других фактов о рябине. Очень хочется обратить внимание на сборник для взрослых читателей Александра Яшина «Угощаю рябиной». Рассказ «Угощаю рябиной» учит любить свою малую родину и никогда не забывать о ней. Герой рассказа, выросший в деревне, хотел добиться взаимопонимания со своими детьми, выросшими в городе. Наладить отношения с детьми ему помогла рябина, прозимовавшие на чердаке дачного дома. Все эти произведения и многие другие вы можете найти в нашей библиотеке. Спасибо за внимание! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok